3, 2, 1 В следующий раз эти двигатели заработают уже в космосе. Ракета Falcon 9 и космический корабль Dragon от компании SpaceX. Наземные испытания окончены. Корабль прибыл на космодром Канаверал и готовится к первому в истории полету к Международной космической станции. Как обычно, это бывает, старт уже переносили, и не раз. Может быть, это еще не тот уровень надежности, который бы показали государственные учреждения, НАСА и Роскосмос. Тем не менее, компания провела определенный цикл испытаний. Мы посмотрим, как пройдет этот испытательный полет, и решим, будет ли еще один пуск в конце года. Главное, мы хотим убедиться, что сближение со станцией пройдет безопасно. Начастники в космос. Начало коммерческого извоза к МКС означает старт целой эпохи. Сложнейшие технологии, которые раньше были доступны только государству, теперь пытаются освоить независимые компании. Начинается абсолютно новая, другая история. Несколько коммерческих компаний в Америке занимаются конструированием летательных аппаратов, которые будут возить людей и груз на орбиту для обслуживания МКС. Частный корабль — это, конечно, громко сказано. НАСА выделило для SpaceX полтора миллиарда долларов. Тысячи увольных сотрудников перешли с государственной службы в коммерческую компанию. В перспективе такая поддержка сократится, но уже сейчас, можно сказать, будущее приближается. Я хочу свозить в космос мою семью, жену, детей, и сказать, посмотри, как тут красиво. Благодаря этим новым компаниям больше людей смогут полететь в космос. Может быть, сотни людей ежегодно будут отправляться на орбиту. Они всего 10, как сейчас. Это очень важный момент истории, не только для Америки, но и для всего мира, для нашего международного сотрудничества. Впервые новая ракета с «Драконом» стартовала в 2010-м. Это были аэродинамические испытания. По конструкции американский корабль похож на Российский Союз, но многое отличается. Например, каждый «Дрэгон» можно использовать несколько раз. Силовая установка, баки, аккумуляторы возвращаются вместе с кораблем. Посадка, в отличие от Союза, на воду. Средство очень простое, несложное. Оно не может совершать какие-то динамические операции в космосе. Просто такси некое, которое доставляет кого-то наверх и возвращает людей вниз. И, в принципе, таким средством можно действительно продлить существование международного, обеспечить обслуживание Международной космической станции, не вкладывая серьезно туда бюджетных средств, а бюджетные средства перераспределить на решение каких-то перспективных задач создания технологий для освоения дальнего космоса, Марса, Луны, астероидов. Пока корабль только в грузовом варианте. Нет даже системы автоматической стыковки. Когда «Дрэгон» приблизится к МКС, экипаж станции захватит корабль манипулятором. Однако разрабатывается и пилотируемый вариант на 7 человек. То есть пассажирский и даже модификация для полета на Марс. В юной частной космонавтике, которая пока только встает на ноги, амбиции вполне взрослые.